Заметен на дороге, уверен в себе, в черкесские сотрудники УГИБДД по Карачаво-Черкесии провели однодневную акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!» Полицейские раздавали жителям республиканской столицы светоотражатели и напоминали о соблюдении правил дорожного движения. В акции принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. За последние несколько месяцев увеличились дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. В частности, это касается наездов автотранспорта на переходящих дорогу людей. Поэтому сегодня нам необходимо напомнить нашим жителям о важности быть замеченными на проезжей части, отмечают сотрудники госавтоинспекции республики. Работники полиции прошлись по городскому парку, раздавая фликеры и рассказывая правила передвижения со светоотражающими предметами. Безопасность на дорогах зависит не только от водителей, но и от самих пешеходов, которые соблюдают ПДД. Мы проводим данную акцию с целью сократить и сблизить максимально к нулю количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами пешеходов. К сожалению, статистика не самая лицеприятная на территории Карачево-Черкесской республики. С начала текущего года было зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествий с наездами пешеходов, в которых у нас погибло 6 человек. И ситуация довольно-таки непраздная. Понятное дело, что ситуации бывают различные. Бывает такое, что у нас виновникам ДТП, связанных с наездами пешеходов, бывают как водители, так и пешеходы. Посему мы стараемся при проведении данной акции беседовать как с пешеходами, так и с водителями. К сожалению, быстрая скорость водителей порой заставляет нас теряться. При переходе дороги отмечают пешеходы. Очень приятно, что сотрудники полиции разъясняют нам, как правильно нужно переходить дорогу и использовать светотражающие предметы, уверяют участники дорожного движения. Хочется обратиться к водителям, чтобы они останавливались на красный свет, потому что это такая есть проблема. Почему-то вот один человек, но пролетит на красный свет с огромной скоростью. Например, вот на улице Октябрьской. У меня внуки там ходят в школу, и постоянно это проблема. Мы стоим, говорим, что посмотри направо, а затем налево. Можно идти. И вот один человек все время находится, который мчится просто. Использую обычные правила насчет светофора, переходить только на зеленый для пешеходов. Посмотреть налево, направо, а потом уже идти. И светотражатели – это важная вещь. Ночью, если будешь гулять, это не пригодится. Водители обычно, ну, многие не видят в темноте. Применение светоотражателя минимизирует риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим предметом и сможет вовне притормозить. Безопасность прежде всего, и поэтому подобные акции необходимы, отмечают сотрудники УГИБДД. Бывает такое, что ДТП случается и по вине водителя в темное время суток, так же может быть и по вине пешехода. Ну, в большинстве случаев это зависит от того, что действительно пешеход у нас не видим, как положено бывает водителю. То есть заблаговременно он может его и не увидеть, ввиду того, что на данном участке автодороги, возможно, отсутствует, ну, и не предусмотрено, в принципе, освещение, да. И вот из-за этого случается ДТП, поэтому мы хоть хотим вот направить все наши силы сегодня на то, чтобы популяризировать, именно использовать этих фликеров светотражающих, которые позволяют заблаговременно водителю уже увидеть о том, что вот проезжая часть подходит или уже переходит через проезжую часть пешеход. Темные тона одежды делают пешехода практически невидимым и особенно в пасмурную погоду. По статистике наезд на человека происходит из-за невнимательного отношения к этому пункту ПДД. Поэтому каждый должен помнить, что порой из-за такого небольшого предмета можно сохранить свою жизнь. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия.